Музыка На днях мама одного из учеников, который провалил экзамен на степень бакалавра, которая скончалась от инфаркта после того, как узнала, что сын ее провалил экзамен. 42% это много или мало из тех, кто не сдал экзамен на степень бакалавра. Мне кажется, что это слишком много, эта цифра немножко завышена, но об этом мы поговорим сегодня с журналистом Олегом Тимошенко. Да не только об этом, и о многом другом. Событий, слава Богу, пока еще хватает, хотя лето на носу. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот это, в принципе, наверное, не первая жертва, но со смертельным исходом первая. Потому что, насколько я помню, в моменты, когда проходили экзамены на степень бакалавра, и ребят обыскивали, то и они, и дети, и некоторые учителя теряли сознание на нервной почве, их забирала даже скорая. Что это такое? И, во-первых, и все равно, чей это провал, вот эти 42% не сдавших экзамены на степень бакалавра? Это провал, это то, что у нас тупые юноши и девушки, или это провал вот этой так называемой реформы образования, которую проводят Майя Санду? Получается, было как? В этом году 42%. Судя по настрою госпожи министра, она, наверное, там не остановится и надеется, что в следующем году уже все-таки их будет большинство, а не всего лишь 42%. Например, в прошлом году было 11%. В предыдущие годы меньше 10%. То есть до 11-го года, там, 10-й, 9-й, 8-й. Сейчас 42%. Не может такого быть, чтобы за один год все так резко изменилось. Вопрос в другом. Если они говорят, что это все так и должно быть, это нормально, тогда как же у нас получается, что школы, получается, стали хуже готовить? Допускать к экзаменам тех, кто не в состоянии их сдать? Или где? Но у них есть другое объяснение. У них есть объяснение, что просто перестали покупать, платить за экзамен, и поэтому стали проваливать их. Ну, еще одно оскорбление в отношении учеников и их родителей, и, в принципе, редагогов. Ну, может быть, они просто вот этими методами хотят просто поднять еще вот планку этой самой взятки, потому что сегодня пришла информация, что размер взяток за сдачу бакалавра достигает 3000 евро. И вот эти все деньги, которые идут конусообразно вверх, то есть вот эта пирамида внизу, они собирают деньги и потихоньку-потихоньку доходят до самого министра. Это, как по-вашему, возможно такая схема, или это слишком заумно? В общем, в результате этой реформы дать взятку для того, чтобы получить бакалавр, стало невозможно. То есть в несколько раз невозможнее, чем в прошлый раз. То есть дороже. То есть дороже. Да, если взять и умножить, в принципе, такую сумму на тех 11 тысяч подростков, детей, которые провалили один из экзаменов, то, в принципе, получается очень серьезная сумма. Ну, я сумму по нитке, к вам роду, шутку. Ну, в одном, допустим, абстрактном государстве, представим себе, министр решает не тратить деньги на развитие школ, а вместо этого оснастить тюрьмы телевизорами. На вопрос, почему он так делает, этот абстрактный министр отвечает, вряд ли я проведу остаток своих дней в школе. Что-то подобное происходит сейчас, потому что, ну, ладно, закрывались школы до этого, но это можно объяснить желанием экономить. Допустим, собирались налоги. Понятное дело, кто-то хочет за счет этого заработать. Нынешние, так сказать, реформы, они просто не поддаются объяснению. Зачем настолько все это так происходит? Неужели не было другого способа каким-то образом заработать, чем такие сложные схемы, от которых страдает несоизмеримо огромное число людей? Ведь оскорблены, люди унижены. И в прошлый раз, когда мы с вами встречались, мы, в принципе, сошлись к тому, что это правительство не особенно рассчитывает на срок нескольких лет. Если такое происходит, если правительство настолько не стремится быть популярным, хотя бы чуть-чуть, если настолько не боится быть ненавидимыми людьми, это говорит о том, что уже сама министра и ее команда готовятся к тому, что их спишут. Вы думаете, что есть общая стратегия этого правительства? Или это просто, скажем, определенная стратегия? Даже я не могу назвать стратегией. Опять же, стратегия может быть тогда, когда люди планируют ее хотя бы реализовать, иметь на это какое-то время. Нет, но вы сказали о том, что они даже не пытаются не быть непопулярными. То есть им все равно тот уровень восприятия, который в обществе по отношению к ним. Получается, что в принципе каждое министерство сейчас под определенной партией. И вот это министерство образования или отупение, оно под либерально-демократической партией. Я вот с вами немножко, не знаю даже, поспорить, не поспорить. Я с вами согласен в том, что это и унижение, оскорбление и детей, и их родителей. Зачем? Зачем? Вы хотите доказать, что эта нация тупая? Вы хотите доказать, что эти дети ни на что не способны? Вы хотите доказать, наверное, тем же этим интересным европейцам, которые сюда ввели эту систему, сейчас не припомню, венецианскую или как она называется? Болонскую. Болонскую. Она же злая Болонка. Вот эту Болонскую систему, вы ввели ее для того, чтобы доказать и показать сейчас европейцам, что у нас половина ребят, которые заканчивают лицей, тупые? Ну, может, для того, чтобы некоторые политики не комплексовали? Да, но я помню, что в интернете была информация о том, что ни один из политиков не смог ответить на элементарные вопросы на степень бакалавра. Да. Один и тот же аспект есть. А под кем у нас государственные университеты? Неужели не под той же самой партией? Неужели ректоры все вместе туда не вступали? Как говорится, вперед из песней какие-то самые, какие-то хрущевские времена. Да, собрались все ректоры. Главный из них, господин Белостечник, которого в шутку после этого студента стали называть Зеленостечником, сообщил, что Господь Бог дал такой шанс, чуть ли не во сне это все привиделось. Наверное, всем одновременно и все прибежали, даже те, которые избили Цискогула. Резко прибежали в Кишнев, чтобы всем вместе вступить, сделать партийную организацию, подкодуменем ректор МД, что-то остальное. Но, разумеется, эти ребята, после того, как с них выжмут все на баке, они отправятся в эти же государственные университеты, где их тоже будут обеспечивать поборами в основном. Это очень хороший бизнес получается. Ректоры расплачиваются реальность за то, чтобы им позволялось абсолютно все. У студента есть право платить. У студента есть право радоваться за то, что он платит. Она же и обязанность, потому что права у студента сейчас практически никаких нет. Я одной вещи только не... Если честно, это вещь риторическая, но я одной вещи не могу понять. 11 тысяч детей, они уже совершеннолетние. Мы их называем детьми, но это совершеннолетние, большие, это взрослые люди. Они же избиратели. 11 тысяч избирателей. Будем говорить с категориями, которые привычны ребятам, которые находятся у власти. 11 тысяч избирателей и 20, получается, 22 тысячи их родителей. Это 33 тысячи человек. 33 тысячи избирателей. Это крупный по меркам Молдовы город. Это очень серьезная электоральная сила. Но меня здесь не столько аспект электоральный интересует, сколько аспект протестный. 33 тысячи человек, из которых 11 тысяч молодых человек. Я помню, что 9-го, 7-го апреля, 6-го, 7-го апреля, 9-го года их было меньше на площади. И что там было? И 33 тысячи человек на площади, это огромный протестный электорат. И этого не происходит. Нет ни взрыва, ни пучка, ни соломинки, ни искорки. Может, пока просто происходит какой-то период оправления от шока. В конце концов, в этой ситуации достаточно трудно. Такой первый серьезный экзамен в своей жизни. Сейчас, может быть, какие-то мысли уже происходят в голове. А может, на апелляцию, а может, нет. Может, так, может, как-то выплатится. Но, разумеется, это может подняться только несколько дней. Дальше может произойти уже что-то серьезное. То есть вы думаете, что этот протестный электорал, он будет, протестный потенциал, он будет накапливаться? Да, все-таки, в конце концов, в 90-х годах тоже мало кто верил, что студенты там только из-за того, что чуть повысили... Ну, не чуть, для студентов это было серьезно, в 90-е годы вообще тяжело было жить. Но когда повысили плату за проезд на троллейбусе, когда дошло до того, что вплоть до ко мне в примирию улетело там или в правительство... Я участвовал в этих протестах. Я был тогда студентом. Я не понимаю студента, который не участвует в протестах. От того, что эти ребята, которые находятся у власти, не следуют абсолютно никаким правилам, они не умеют вырабатывать эти правила и не следуют тем правилам, которые существуют. И вот оскорбили, в принципе, очень много людей. Давайте перейдем в то здание, где эти ребята заседают. Называется это здание парламента. Правда, я не знаю, они его уже превратили, я даже не могу назвать во что. Цирк это слишком нежно сказано. Они постоянно процедурные нормы, или то ли они их не знают, то ли они их специально нарушают. И Корма, насколько я помню, который стал недавно новым представителем парламента... Да, Лупу заменителем. Он заменил Лупу во всем. То есть, насколько я помню, его первое заявление было о том, что как только он станет представителем парламента, он будет давать высказываться всем. Насколько мы сейчас видим, он стал Лупу заменителем. Конкретно и в этом вопросе он не дает высказываться всем. Он закрывает микрофон, закрывает рот. Что происходит в этом парламенте нашем? Опять же вспомним про этот же баг. Сколько времени оппозиция требует этот вопрос серьезно обсудить, а этого не происходит. Но казалось бы, правительство понятно. Это чиновники, которые могут завтра уйти, не надо успеть поймать какую-то выгоду. Ну ладно, а депутаты, которым надо переизбираться, они все равно тоже не хотят почему-то это обсуждать. Хотя уже просто, хотя бы из приличия пригласить эту санду госпожу, чтобы послушать. Это было бы логично с их стороны. Нет, не хотят. Опасаются. Каждый раз этот вопрос. Даже в какой-то момент проголосовали, какая-то часть проголосовала, что получилось большинство. Да, за то, чтобы провести слушание. Фракция ПКРМ это потребовала. В принципе, любая фракция по регламенту имеет право затребовать любого из членов кабинета министров. И насколько я помню, в принципе, до 2009 года любой затребованный министр по требованию оппозиции, в принципе, он может быть с опозданием, но он все-таки приходил на заседание парламента. А то теперь получается, что сегодня было заседание парламента, выходит господин Стрелец и говорит, а вот давайте мы не будем господину Санду сейчас вызывать, ей нужно работать, то есть ей нужно быть посты, сессии. То есть все сделано таким хитрым образом, чтобы это все дело перенесли до конца июля. И закрылась тема. Да, так, чтобы не то, чтобы тема закрылась, а чтобы вообще парламент ушел на каникулы свои. Только, разумеется, у парламента каникулы будут более позитивными, чем у этих лицеистов. А вообще, как... И так все, на осень все, и нормально. Как вообще вам... Вы часто ходите в парламент, как вам лупу заменитель? Он адекватнее, неадекватнее? Есть с чем сравнивать? Если честно, удивительно, что так себя ведет кадровый дипломат. Все-таки настолько... Такого я не ожидал от кадрового дипломата, от бывшего посла Молдовы в Германии. Это вы о чем? О Кормане. Я понимаю, о чем вы. Потому что, опять же, это же случай с Бакалавром. Имеет фракция право конкретно затребовать любого из министра. Господин Корман ставит на голосование вопрос о том, чтобы не заслушивать, не вызывать. Он не смог даже нормально сформулировать, за что мы. Просто сказал, ставим на голосование. За что проголосовало парламентское общество, непонятно. Я не знаю, что там синаграмму записали, я ее не видел еще. Но они придумывают, наверное, что-то. Я надеюсь, что-то выложат. Другой момент. Когда обсуждался в первом чтении военный договор с Румынией о военном сотрудничестве. Когда фракция по КРМ вышла в знак протеста и зал заседаний, чтобы у остальных не осталось кворума. Но они же проголосовали все равно. Они проголосовали. Господин Корман заявил, что 51 депутат, которых там на самом деле было 47, ну максимум, может, 48. Меня что поразило? Когда он обратился к секретариату с вопросом, сколько людей находится, депутатов в зале, никто из секретариата, хотя казалось бы, не ответил, они не рискнули. Хотя они подневольные люди. Ну какой спрос подневольных людей, которые просто выполняют приказ. Но они все-таки не опустились до этого. Ему пришло самому. Потому что потом бы они ответили за это. Значит, либо они знают, что потом они бы спустили всех собак. Соответственно, вот это голосование по договору с Румынией, он не конституционен, если не было кворума. Абсолютно. А сегодня это произошло уже во втором чтении, сегодня было принято. Но сегодня хоть был кворум. Был, но вопрос в другом. Депутат по КРМ Артур Решетников, юрист, кстати, вполне четко сказал, любая из фракций имеет право затребовать 10 дней до второго чтения для изучения всех вопросов. То есть они не могли так на следующий день взять и проголосовать, раз требует одна из фракций, тем более крупнейшая. Даже если бы была фракция из пяти депутатов, а не из 34. На что председатель проведенной комиссии госпожа Гуца ответила, это не простой нормативный акт, это договор. Господи, друзья, это ведь еще более важно. Это более договор. Это международный договор о военном сотрудничестве. Зато, насколько стало известно, вновь возникает эта тема, которая была поднята еще два года назад о новом регламенте парламента, в котором будет очень четко ограничиваться права, скажем так, можно назвать, хотя по идее, по закону все депутаты равны, и не существует в парламенте большинства и меньшинства, все депутаты по-своему равны, но стало, насколько известно, в этом новом регламенте появится новое понятие мажоритарный альянс, что это бредятина какая-то, но вот она появится. Это антиюридическое. Это не антиюридическое, это антилогическое какое-то новшество. Это настолько, вот они погрязли в этих своих созданиях альянсов, мажоритарных, всяких КПП, и не знаю, как их назвать, они настолько в этом погрязли, и так хотят друг друга повязать вот этой омертой, вот этой круговой порукой мафиозной, что вот они уже выдумали как мажоритарный альянс в новом регламенте парламента. Появится другой парламент. Естественно, такого понятия не может быть мажоритарного альянса в парламенте. Это ценностное осуждение, оно не может быть выражено. Естественно, в Конституции прописано, что каждый депутат равен. То есть все депутаты равны, и включая даже представители парламента. А избиратели, которые их избирали, тоже некоторые равнее? А избиратели, которых избирает, их не интересует, потому что они собираются рисовать, но это тема для отдельного разговора, как они собираются рисовать проценты на выборах. Так вот, что вы думаете насчет этого нового регламента? Зачем менять регламент, скажем так, под конец сессии? Это зачистка вот этого парламентского поля под осеннюю, осенне-зимнюю сессию? Или это просто уже от избытка адреналина? Господа из Альянса, если они настолько, конечно, любят Джорджа Оруэлла и его скотный двор, и эту фразу все равно некоторые дни, должны вспомнить, что эту синтагму юридически придумали свинги. Вы их высоко цените? Вы считаете, что они читали Джорджа Оруэлла? Ну, в любом случае, они берут пример со свиней, из которой главная была по кличке Наполеон. Что тоже очень симптоматичное такое совпадение. Как в другом? Сейчас очень сильно, мы сейчас посвятили часть нашей диалоги как раз этому вопросу, насколько сильно упал нынешний парламент в плане процедурных норм, в плане понимания вообще того, как работает система парламентаризма, какой бы то ни было в стране. Тем более в Молдове, да, у нас может быть небольшие парламентские традиции, не как, допустим, в Союзных Штатах или Франции. Но, тем не менее, с 1994 года избирается парламент по такой именно системе. Действует Конституция тоже с 1994 года. Это, наверное, наиболее слабый в этом вопросе парламент. Возможно, даже первый парламент незвисимого государства был в этом вопрос сильнее, когда многое делалось еще на ощупь, строилась новая система. Наверное, даже тогда он был более сильный. Там адекватные люди были относительно. За каждым из них, во-первых, стоял избиратель еще. Были, конечно, исключения в плане адекватности, но за каждым все равно из этих депутатов стоял избиратель. А сейчас за многими из них, вот кто конкретно избирал Кормана? Может, там Ариану Лупу еще избирали, может, кто-то вспомнил Дьякова, хотя, учитывая его антирейснику, стабильный еще с 90-х годов, вряд ли. Но кто, допустим, голосовал лично за Кормана? А кто лично голосовал лично за Канду, который только тем и интересен, что он Фин Плохотнюка? Отсюда совершенно... Я думаю, тем он не интересен. Кому из избирателей он интересен? А, так я про то и говорю, что на нем сразу ставят крест. Если он Фин Плохотнюка, то на нем ставится моментально крест, потому что, насколько я припомню, антирейтинг Плохотнюка 86 или 87 процентов, и он будет только расти. Безусловно. Зачем аспект? Эти люди не имеют какой-то парламентской культуры, и для них крайне сложно просто исполнять каким-то образом процедурные нормы. В то время как у оппозиции сейчас состав достаточно неслабый. Там есть ряд депутатов, которые достаточно уже по несколько созывов. Ну, два, три, допустим, четыре. Есть те, которые работали в правительстве, например, Василий Шов, один из долгожителей правительства 2002 по 2009. Там есть люди, которые работали в президентуре. Ряд опытных людей, а те, которые вызбраны в 2009-2010 году впервые, в основном работали в структурах местных органов власти. Там практически нет в фракции оппозиции таких людей, чтобы практически без опыта. И поэтому они хотят закрыть рот вот этим новым рекламентом? Абсолютно. Потому что сейчас можно сделать как? Вот они предлагают, в частности, один день в месяц выделить на обсуждение законопроекта в оппозиции. Это же неудобно. Каждый раз обсуждение повестки дня происходит достаточно долго, потому что оппозиция все свои законопроекты предлагает и имеет на это полное право. Сейчас можно будет просто начать его закрывать. Вот он говорит, все, вы не предлагаете, потому что сегодня не ваш день. Мы вам выделили целый день, раз в месяц, половине депутатов. Ведь это просто не только по КРМ. В коалицию официально входит 53. А что остальные? Годя, Сырба, группа Додона, группа Мишина. Их сейчас тоже в эту же. Они не входят в коалицию, значит, куда они входят? В оппозицию или в коалицию непонятно? Или в конструктивную оппозицию? Опять же, как определить слово оппозиция? Пример исторический. 2005 год. Юрий Рожко, Дмитрий Дьяков и Олег Серебрян голосуют за президента-коммуниста. Но у коммунистов все равно большинство в парламенте после избрания президента. Вот они считаются оппозиции или не считаются? Как с точки зрения закона это определить? Вот вы депутат, вы по одному законопроекту хотите голосовать в своей фракции, а по одному вы не голосуете, оно вам не нравится. Во что, читать оппозиции или нет? Хотя, если, конечно, фракция вам дает право это делать. Потому что, учитывая, что они заставили еще людей расписаться в том, что они не голосуют за законопроекты, оппозиции, голосуют за все, что решил Совет Альянса, ну... Зато они пока до оппозиции, до коммунистов еще не добрались, но зато уже они начали прессовать ГИМПу. На этой, на прошлой неделе появилось даже предложение, по-моему, первый раз, я не помню за сколько времени, чтобы лишить ГИМПу право слова на три заседания. Правда, это предложение не поддержали, но ГИМПу, конечно, отвратительная личность, но сам факт, он отвратителен, но нам не нравится, как поступает с депутатом. За ГИМПу голосовали, вот вы правильно говорили о том, что за ГИМПу кто-то голосовал. Кстати, да, как-то относится, в отличие от Кормана, за него кто-то голосовал. Мы можем... Хотя бы голосовать. Наше личное мнение, наше личное мнение, это наше личное мнение, но мы должны защищать сам принцип. Ну, нельзя закрывать рот депутата, нельзя его лишать слова. Это получается, что когда перебрасывались, опять мы вспомним недавнее прошлое, когда обвиняли демократы с либерал-демократами друг друга и в воровстве, и в коррупции, и в мафиозных клановых системах, и когда сказали эту гениальную фразу, что успокойтесь, мы воруем не больше вас, и как-то прошло это и не замечено. В принципе, тот уровень отвращения, который мы к ним и общество к ним испытывает, наверное, он уже достиг того уровня, что что бы они ни говорили, они могут говорить все что угодно, это не запоминается. И поэтому их отношение к ГИМПу раздражает, хотя сам ГИМП тоже раздражает. Но сейчас надо говорить о правде. А правда в данном случае на стороне ГИМПа. Но нельзя депутаты лишать права слова. Тут хотелось бы остановиться на вопрос чуть подольше. Тут очень интересный момент. Когда коммунисты не стали голосовать за то, чтобы лишить ГИМПу права слова, особенно начала ругаться так называемая конструктивная оппозиция. Включая тех депутатов отдельных, которые тоже, что интересно, не проголосовали. Вот мы не проголосовали, и коммунисты не проголосовали, но мы в шоколаде, а коммунисты... Когда говорите о конструктивной оппозиции, для того, чтобы было понятно телезрителям, называйте, пожалуйста, имена, потому что это... Что такое конструктивная оппозиция? Я понимаю, вы говорите о Мишинах, Додонах и так далее, но называйте лучше... Я просто сейчас не помню, кто конкретно из них проголосовал, кто нет. Ну, Мишин обычно молчит и спит. Значит, Додон, или там Иван Чебан, кого там. Ну, представители Додона, на всяком случае, да, по этому поводу сильно ругаются. Тут вопрос просто в другом. Почему? Ожидалось-то конкретно другого. Допустим, Гимпу лишают слова. Он пристает хамить. Зато продолжают хамить другие его депутаты, например, Валерию Монтяну, который уже берет с него пример гораздо чаще и выступает по всем вопросам с одними и теми же фразами. Почему-то Курман это устраивает. Хотя это нарушение регламента, опять же. Но после чего таким же образом начинают лишать права уже оппозицию из крупнейшей фракции. То есть они как бы попытаются перенести эту модель на... Вот именно. В чем аспект. Они все-таки боятся полностью лишать права слова. Все-таки Европа смотрит. А там еще не все в Европе настолько, как Вирк Шубель себя ведут. Не все ошибились. А тут, если коммунисты поднимают руки, и да, давайте этого Гимпу лишим слова, нам своим тоже надоел. В следующий раз, господа, извините, вы же сами голосовали против, за то, чтобы лишить слова другого депутата. Нет, если уже говоришь, что нельзя лишать этого слова, значит идти до конца тут нужно. В этом плане коммунисты повели себя правильно, не позволили эмоциям взять верх. И сорвали, получается, коалиции вот эту вот постановку, которая должна была завершиться. Какие серьезные у них сценарии, какие стратегические и мощные у них сценарии у этих ребят? Ну, может быть не у них, но я думаю, что все-таки из всех советников из другого государства, которые сидят в каждом министерстве... Я не знаю, если вы почувствовали иронию. Я почувствовал. Но все-таки не бывает так, чтобы все были глупыми. У них в каждом министерстве сидит по чиновнику из другого государства, а министерств полтора десятка практически. Не, они не глупые. Я думаю, что хотя бы один-два умных советника там найдется, консультанта, которые могут им это предположить. Может быть, кстати, вот если говорить о советниках, обычно все эти советники из Румынии в основном. Я не знаю советников из других стран. Нет, я просто хотел бы подчеркнуть слово «другое государство». Сегодня 28-е, кстати, с праздником у вас. Да, и вас, кстати, с праздником, да, с освобождением от наших соседей и любимых. И, кстати, о них. Кстати, вот тоже, когда советские войска вошли в Прагу в 68-м году, пошел такой диссидентский анекдот. А русские чехам братья или друзья? Ну, конечно же, братья. Друзья выбирают. Вот у меня, наверное, тоже братья. Больше всех, чем друзья. Да. Вот, значит, о братьях. О братьях. На этой неделе проголосовали два договора с Румынией. Один о военном сотрудничестве. Кстати, он очень много вопросов поднял и очень неоднозначен. Особенно, учитывая то, что происходит сейчас на Днестре. Это что? Это от чего такая спешка? Это все звенья одной цепи? Или это случайности? Или это... Я думаю, что это попытка перерабилитироваться перед европейскими кураторами. Почему? Потому что, когда вся такая лица начала поднимать панику вокруг ситуации на Днестре, особенно господин Маринуца, расстарался. Они поняли, что сейчас они доиграются. Собственно, Переднестровская администрация непризнанная получила шикарнейший подарок. И начали тоже вводить свои непризнанные законы госграницы. После чего они очевидно поняли, что хотя установка контроля пропускных пунктов является условием европейских друзей или братьев, да, потому что друзей выбирают действительно вот этих европейских братьев, перед саммитом бизнеса... Слишком много у нас братьев и нет друзей. Вот получается, да. Потому что с друзьями и дружить не хотят. Ну, получается, что Перед Вильнюсом это было одним из их условий. Тут они поняли, насколько они сильно зашли, и вынуждены были проголосовать вместе с оппозиционной ПКРМ. Все три группировки, входящие в коалицию, все две с половиной, Филата, Плохотнюка и Хадырка, все две с половиной группировки, проголосовали вместе с коммунистами за то, чтобы осудить любые попытки с обеих сторон, устанавливать границу по Днестру. Теперь надо как-то реабилитироваться. Вот они, этот... Теперь появились эти два закона с Румынией. Каким-то образом реабилитироваться за свою вот мягкотелость, как про них думают европейские кураторы. До Вильнюса осталось не так много времени. Там спорная мягкотелость, потому что, с одной стороны, парламент... Вообще, это было правильно проголосовать за все это дело? Конечно. Правильно, да. Но потом, это они сейчас, они избирателям скажут, смотрите, мы проголосовали, а европейцам они что скажут? Да скажут, да бес попутал, вы что? Давайте лучше мы с Румынией что-то заключим. Мы можем другое что-то. Нет, но с одной стороны, они в парламенте одно проголосовали, а правительство совсем другое решение приняло. О вот этом штрафе неграждан Молдовы, приднестровцев. То есть, если говорить о парламенте, там принимаются одни решения, а правительство, оно живет своей собственной жизнью. У нас осталось совсем немного времени, а есть еще вопросы, которыми я хотел у вас узнать, ваше мнение. Это впервые в истории Молдовы несколько депутатов, конкретнее это Стрелец и это Канду, позволили себе угрожать православной церкви. Это впервые, я себя проверяю, это впервые в истории Молдовы, такого еще не было. Это впервые. И даже во времена появления Бославской митрополии определенного раскола, такого не было. И еще впервые в истории Молдовы предлагается обложить налогом церковь. То есть, это идет как продолжение вот этой угрозы. Это что такое? Это уже зашкаливает. Ну, тут два варианта. Либо просто церковь осталась с единственным институтом общественной Молдовы, который не платит дань Плохотнюку, и вот они хватают для короны, лодочица морской. Либо вариант другой, просто, не знаю, господин Канду после его заявления, у меня такое ощущение, что если он и поймал своего родственника за бороду, то это не значит, что это его родственник Бог. Господь Бог. Потому что, я не знаю, посмотрите просто какого... Дело в том, что просто рейтинг доверия церкви сегодня, наверное, такой же, как и антирейтинг Плохотнюка. Вот, собственно, и все. Доверие к парламенту 19%, к правительству 18%. Доверие к церкви почти 90%. Доверие к стрельцу, ну, не знаю. Но стрельца не существует в рейтингах. Так это на каком-то небольшом уровне есть. А стрельца и Канду не существуют. Куда они? Все. Что еще сказать? Я не знаю. Это невозможно комментировать, это просто глупость. Это, как говорится, no comment. И к тому же и наше время истекло. Олег, большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Уважаемые телезрители, плачевный итог сегодняшней программы. Действительно, эти ребята полностью уже зашкаливают их поведение во всех вопросах. К сожалению, цензурная речь не может передать всего отношения, которые испытываем мы все к ним. А вам я желаю доброго вечера. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин